Не знание закона или просто экологическая безграмотность? Предприниматель из Витебской области купил медведя для агроусадьбы, однако документы на животное по неизвестным причинам так и не сделал. Для некоторых местных жителей такое соседство с хищником не по душе, а многие и вовсе жалеют Косолапова, который в маленькой клетке почти лишен возможности передвигаться. К делу подключились местные власти и представители природоохраны. Разбиралась в медвежьем вопросе и Ольга Масловская. Для предпринимателя из деревни Большие Липовичи медведица Машка, а для соседей опасный хищник. Каждый день местные жители слышат рев. Огромный медведь – недавнее приобретение Алексея Питкевича. Говорит, купил медведицу у охотоведов. Решил на этом построить туристический бизнес. Она вас уже признает за хозяин? Узнает вас? Да, да. Маша, Маша, Маша. Такая дружба с хищником соседей не просто настораживает, а пугает, но больше тех, кто просто жалеет животное. Условий для хозяина белорусских лесов фактически нет. Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси, а значит и отношение к себе требует особого. Закон предписывает содержать животное в просторном вольере высотой не менее трех метров и площадью в 25 квадратов. Медведице Машке пока приходится довольствоваться вот этой клеткой. В таких условиях хищник живет уже 10 дней. Передвигаться в клетке практически невозможно. На горячую линию охраны природы позвонили соседи. Мы выехали вместе с инспекцией животного растительного мира и присутствием МВД, сотрудников РОВД. Значит, было обнаружено, что в действительности факт подтверждается, что животное находится в клетке для транспортировки животных размером приблизительно полтора метра, метр на метр. Вел он себя спокойно. Он приблизительно возраста около трех лет. Здоровый, в принципе, упитанный. Видно, что он где-то содержался в нормальных условиях. А вот у хозяина медведя после встречи с защитниками природы вид бледный. Бизнесмен говорит, что даже и не догадывался о необходимости целого пакета документов на краснокнижника. Теперь предпринимателю грозит штраф. Не знание этих правил. Не полностью я их знал. Я думал, можно с документами это взять и провести его. Оказывается, видите, немножко получилась накладка. Как быстро вы планируете построить вольер? Ну, в течение месяца. Где-то так. Пока сельский предприниматель не построит большой вольер, это одно из условий содержания хищника, бизнес придется отложить. А на это время животное следует вернуть в охотничье хозяйство. Предписание с этим требованием уже готовит местное природоохранное ведомство. Ольга Масловская, Александр Петровецкий, агентство теленовостей, Чашниковский район.